Привет, меня зовут Мария Ганян, я студентка третьего курса, программа технологическое предпринимательство факультета инженерного менеджмента. Если честно, изначально у меня выбор пал больше на программу, дальше я начала изучать, что такое ИОМ. ИОМ мне так полюбился, благодаря социальным сетям я узнала просто все, увидела все мероприятия, которые проходили и подумала, что да, это точно мое. Мне с детства нравятся технологии, и я решила, что хочу заниматься разработками, но мне не хватало какой-то вот экспертизы в юридической сфере. И знаете, так получилось, что открыли технологическое предпринимательство, и я решила, что это то, что мне нужно, потому что я буду знать как информационную часть разработки, так и смогу защитить свой патент. В конце первого курса я решила, что нельзя только заострять внимание на учебе, поэтому попробовала себя в качестве волонтера на день ИОМ, и тут понеслась. После этого я решила стать участником множеством мероприятий, так и в рамках института, так и в рамках академии. Начала я с дня ИОМ в 2021 году, и моим последним мероприятием был новогодний бал «Ранхикс». Обычно я выступаю в качестве декоратора, потому что мне нравится наводить красоту, вот, и достаточно много можно полезного из этого вычленить, потому что приходится разговаривать подрядчиками, контактировать с администрацией для того, чтобы составлять смету и так далее, что может пригодиться мне как раз таки в моей будущей профессии. Насколько я знаю, в прошлом году «Ранхикс» выступал в качестве организатора данного мероприятия, поэтому сложно его было не заметить в социальных сетях, но было немножко страшно подаваться в прошлом году, потому что казалось, что недостаточно опыта, недостаточно знаний, но в этом году я почувствовала себе силы и подала заявку. Информацию об экзамене нам прислал деканат, я изучила и узнала, что организатором является московское правительство и подумала, что это будет отличной возможностью проявить себя и узнать свои сильные стороны. По моему направлению, Олимпиада состояла из двух этапов. Первый больше был такой отборочный тур, состоящий из трех частей. Естественно, первая часть – это на себя тестирование с вариантами ответов, вторая нужно было вписывать, а третья, так как часть более сложная со звездочкой, нужно было решать задачи по моему направлению. Мы развивали инновационную стратегию компании. И дальше так получилось, что не было полуфинала, сразу отправляли в финал. Финал мы писали в финансовом университете, он состоял из более сложных частей. Изначально, по демоверсии, он должен был состоять из кейса, но был немного сложнее, чем предполагалось. Пока результатов нет, но буду ждать. Конечно, это финал, он масштабный, всероссийский, но когда я получила свою работу, я посмотрела на задание, и, в принципе, получилось с этим справиться в ходе работы. На удивление, бизнес английский, потому что мы часто практикоориентированы, мы решаем кейсы на английском языке. Это, в принципе, помогает в том, чтобы разбираться в своей профессии. У меня их целых два. Это преподавательница по английскому и преподаватель по философии. Они очень круто изменили мою жизнь. Преподавательница по английскому просто сразу, с первого взгляда поверила в меня, чему я безумно просто благодарна. А преподаватель по философии научил меня многому, в том числе, как выступать перед публикой. И научил смотреть на себя немножко со стороны и видеть все самое хорошее. Я люблю его за семейную атмосферу, за возможности, которые мне предоставляют, и за уверенность в том, что моя профессия будет актуальна еще многие годы. Нет, и расходимся. А, и расходимся? Да, да, да. Все, спасибо. Ага. В этом пока. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok